Жалко бросать парня. Себя не жалко? Своего времени. Вот себя не жалко и своего времени. Во-первых. Во-вторых, жалко бросать парня. Низкая самооценка. Вы готовы тратить время на того, кто не устраивает вас до конца. О чем это говорит? Вы соглашаетесь на то, что просто лежит рядом. Или на того, кто просто стоит рядом. Доверяйте пространству, доверяйте жизни немножко. Доверяйте, что будет подходящий человек на 100%. Не надо бросаться на кого попало. Не надо соглашаться на кого попало. Не надо соглашаться с середины наполовину. Не надо уговаривать себе. Ну, он же неплохой вроде человек. С ним спокойно. С ним как-то безопасно. Ну, давай же, Маша. Ну, что ты? Нормальный же парень. Ну, что ты кобызишься? Смотрите. Ну, вот не дадут второй жизни. Честно, не дадут. Не дадут. Не дадут. И ваши полчаса вам никто никогда не вернёт. И когда вы верите жизни, шагаете, отдаёте ей любовь, отдаёте ей энергию, стараетесь и так далее, что-то делаете для этого, у вас есть шанс, почти наверняка вы получите то, что хотите. Но когда вы соглашаетесь на то, что рядом стоит, вы не получите того, чего хотите, вообще никогда. Понимаете? Ну, то есть, просите больше, и вы хотя бы три четверти получите. Когда вы вообще ничего не просите, ну, как бы, как... Как же перевести эту пословицу на русский? Ну, в общем, кто не плачет, у того всё хорошо. Кто не плачет, тому не надо. Кто не просит, тому не надо. Вот кто не просит, тому не надо. Ну, как? Не знаю, как. Любимая страна для отдыха. Бразилия. Обожаю. Есть такая книга «Почему у зебры нет стресса». Или, в общем, что-то в этом духе. «Почему у зебры нет стресса?» Потому что зебра имеет стресс только в тот момент, когда она видит льва. Ну, там, льва, тигра, кого она там ещё видит. И у неё стресс длится короткий промежуток времени. Она либо убегает, либо её съедают. На этом её стресс заканчивается. И так до следующего раза. Пока она не увидит льва, у неё нет стресса. А у человека стресс. Почему? Потому что он знает, что, в принципе, есть львы. Потому что у львов есть дети, и они хотят кормить. Потому что у львов есть родственники, и все хотят жрать. В общем, человек, 95% страхов ложные. И мы постоянно с этими ложными львами живём. И нам нужно иногда хотя бы превращаться в зебру. И решать проблемы по мере их поступления. Вот пришёл лев, и тогда я боюсь. И тогда я убегаю, либо он меня съедает. Что толку бояться мифического льва, да? И вот Бразилия, это как раз та атмосфера, что там живут люди-зебры. Пока лев не пришёл, никто не боится. И это витает в воздухе. Я приезжаю и отключаю свою светлую голову. Пока она меня не свела с ума. Можно ли повлиять на возвращение долга? Повлиять можно добрым словом и пистолетом на возвращение долга. Честно. Я видела, помню ваш вопрос в комментариях. Кстати, спасибо всем за вопросы. Я думала, может быть, что-то такое выловить для отдельной темы. Но ничего не увидела. Всем спасибо. Смотрите. Повлиять можно. Если человек уже решил не отдавать, повлиять можно только одним способом. Кроме доброго слова с пистолетом. Дать человеку понять, что... Это манипуляция, естественно. Дать человеку понять каким-то косвенным образом. Потому что если мы прямо ему позвоним и скажем что-то такое, он просто нам не поверит. Что у вас дела налаживаются. Вас ждёт что-то грандиозное. И это в его интересах. Вернуть вам долг. Потому что вы идёте на какой-то взлёт. Это в его интересах сохранять с вами хорошие отношения. Потому что дальше можно будет урвать больше. Или дальше можно будет получить больше. От дружбы с вами можно будет получить какие-то дивиденды. От хороших отношений с вами можно что-то получить. у вас намечаются какие-то связи, у вас намечается какой-то проект, в общем, у вас намечается что-то крутое, классное, грандиозное. Вы об этом всем рассказываете, все это распространяется, и человек начинает думать, она становится важной шишкой, вот в этом случае он вам вернет. Во всех остальных случаях, если уже принял решение не возвращать, не вернет. Можно просто, если нет пистолета, лучшее, что вы можете сделать, отдать эти деньги мысленно, с ними попрощаться, попросить прощения, пообещать себе больше, никогда не занимать денег, никогда, никому не занимать денег, это должно стать вашим правилом, то есть не ждите третьего звонка, скажите спасибо, что это стоило 200, и что это не стоит 2 миллионов, условно такие цифры.